Я, как ответственный за деятельность святые власти по Конституции, должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. Это естественно, это моя обязанность. И естественно, я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным. Чтобы я никогда больше не переживал то, что было в середине 90-х, когда я приходил в парламент, и передо мной на полу и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели. Такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства, особенно Украина. Поэтому, если кто-то ищет какие-то подводные течения в этом не ищите, я говорил это в канун выборов. Да, мы будем поддерживать конструктивных людей. Парламент должен быть срезом нашего общества по вертикали. Там должна быть и молодежь, и среднее поколение, и опытные, и неопытные, и ветераны. Пенсионеры, глубокие пенсионеры. Пусть несколько человек. Но голос их должен быть слышен, потому что 30% нашего населения – это взрослые, очень взрослые люди. Кто будет представлять их интересы? Конечно же, они. Может, они уже не так скажут. Может, та молодежь, которая у вас есть, не так понимают. Но это их понимание, и мы должны это учитывать. Если мы хотим быть представительским органом, не только органом законотворческим. Вы сегодня представители ветви власти. И начинайте работать в интересах своих избирателей. Пытайтесь доказать избирателям, что у вас тяжелейший труд. Очень тяжелый. И вам честно скажу, имея опыт почти пятилетней работы в парламенте, порой отвратительный. Ненавистный труд. Сидеть, выдумывать, придумывать. Облекать форму законов, то, что требуют люди.